В программу Shotcut был добавлен очень простой фильтр, который позволяет создавать падающую тень. Этот фильтр в русской версии носит название тень, а в английской Drop Shadow. Мы теперь можем добавлять эту тень как к тексту, к изображению и к любому видео, которое у нас будет присутствовать в кадре. Это позволяет нам отделять данную информацию от фона. При этом мы могли с вами создавать, например, тень у текста и по старинке с помощью разных вот этих фильтров. Ну а далее все эти фильтры, например, мы могли бы сохранить в виде отдельного набора и применять их. Вот как раз в этом видео мы посмотрим, как мы делали это по старинке и как теперь можно делать по-новому с помощью фильтра тень. А сейчас мы с вами создадим тень у текста по старинке. Данный фрагмент видео вы можете не смотреть и смело пропустить, если вы это знаете, как делается. Что нам сейчас потребуется? Нам нужен некий фон. Я сейчас создам сплошной цвет. Кликаем вот здесь, цвет, выбираем любой. Я возьму этот синенький голубенький и добавлю его на монтажный стол. Можно изменить дополнительную длительность. Также нам нужен, собственно, сам текст. Снова заходим вот сюда и добавляем текст. Я вставлю из буфера обмена слово «Текст» и снова добавлю на шкалу времени. Теперь мы с вами переходим к настройкам данного текста, данного фильтра. Я сделаю следующее. Я уберу вот здесь галочку, толщину обводки поставлю на 0, также подвигаю за края рамочки и с помощью данной сетки сделаю так, чтобы как раз текст у нас находился по центру. Текст у нас с вами есть. Нам нужно создать тень. Тень у текста создается из этого же текста, только нам нужно поменять цвет шрифта. Что мы будем с вами сейчас делать? Мы можем еще раз вот сюда добавить текст простой данный фильтр, но мы можем его сдублировать. Как раз этим сейчас и займемся. Кликаем вот здесь по кнопочке «Копировать отмеченные фильтры». Далее по соседней «Вставить». Теперь смотрите. Вот этот нижний фильтр — это, собственно, сам текст, а верхний будет играть роль тени. У верхнего фильтра меняем цвет шрифта вместо белого, ставим, например, черный. Нажимаем на «Ок». Теперь смотрите. Если я подвигаю вот этот фильтр и данный текст, то мы как раз увидим вот этот, собственно, черный текст, который будет играть роль тени. Теперь мы хотим с вами размыть эту тень и управлять непрозрачностью. Как это нам сделать? Для этого мы добавим с вами фильтр, видеофильтр, который носит название «Размытие». Мы можем использовать классическое, например, по Гауссу или простое, чтобы работало быстрее. Давайте возьмем Гауссова. Далее двигаем вот этот слайдер. «Количество». Но посмотрите, что происходит. Мы размываем сразу все. Нам необходимо этот фильтр вставить вот сюда. Поднимаем с помощью мышки вот сюда наверх. Теперь данное размытие влияет только на данную тень, которую как раз мы с вами и размываем. Но мы хотим еще управлять непрозрачностью, так называемым «Опасити». Для этого нам нужно добавить еще один фильтр в видео, который носит название «Непрозрачность». Можно использовать поиск, ну или просто посмотрите на весь список этих фильтров и найдите его вот здесь. Вот она, непрозрачность. И снова мы должны его поднять после размытия и вставить вот сюда. Теперь с помощью данного фильтра мы можем управлять непрозрачностью данной тени. Теперь остается следующий у нас вопрос. А как нам все это вместе двигать и перемещать? Вот как раз для этого мы добавляем стандартный видеофильтр, он как раз у меня есть в избранных, размер, позиции и поворот. И вот с помощью данного фильтра мы можем уже двигать и перемещать этот текст в нужную нам область и вращать его будет, если необходимо. При этом из всех этих фильтров мы можем создать набор. Для этого мы кликаем вот здесь по кнопочке «Сохранить набор фильтров» и задаем имя. Любое. Давайте как раз возьмем и вобьем просто слово «текст» на русском языке. Главное только найти буквы. Нажимаем на «Ок». В результате мы с вами создали набор. Сейчас мы как раз к нему перейдем. Для чего этот набор нужен? Смотрите. Сейчас я размещу вот сюда обычный сплошной прозрачный цвет. Кликаю вот сюда, нахожу цвет и добавляю эту прозрачность на шкалу времени. Теперь я хочу вот сюда добавить только что созданный набор. Я перехожу к фильтрам, кликаю по плюсику «Наборы» и находим здесь только что созданный набор, пользовательский, «Текст». И у нас автоматически добавляется этот набор. Далее мы с ним можем работать. Это очень удобно. Вот такой есть старый классический метод по созданию тени у текста. Хотите, используйте его, ну или сразу воспользуйтесь новым фильтром, который мы должны с вами сейчас будем на него взглянуть. Как говорит арабская пословица, «Тень не будет прямой, если ствол кривой». Вот как раз нам нужно с вами сейчас посмотреть на фильтр, который носит название «Падающая тень». У нас с вами сейчас на монтажном столе присутствуют две видеодорожки. Нижний играет роль фона. Это сплошной цвет. Мы с вами возьмем сейчас обычный текст. Он у меня уже заготовлен в списке воспроизведения. Это слово «Тень». Я хочу данному тексту добавить эту тень. Я перехожу в фильтры. У меня здесь уже есть данный фильтр «Текст простой». И я хочу добавить видеофильтр, который носит название «Тень». Найдите его вот в этом списке видеофильтров. Не забывайте использовать поиск. Сейчас я как раз его найду. И мы с вами его добавим. В результате у нас автоматически создается аккуратная тень вокруг данного текста. В настройках данной тени мы можем изменить ее цвет, также сделать легкое размытие и изменить положение тени. Это весьма удобно. То есть фактически данный фильтр заменяет кучу однотипных фильтров, которые мы ранее с вами добавляли, чтобы создать именно вот эту тень у текста. При этом обратите внимание, что здесь у нас есть возможность по созданию ключевых кадров. И эту тень можно анимировать. Благодаря этому можно создавать различные эффекты свечения или эффект дрожания. Если захотите, попробуйте самостоятельно. Помимо этого, когда мы работаем с любым изображением, у меня здесь есть картинка, которую сгенерировала нейросеть Кандинский. Как раз на нее сейчас перейдем. У этого изображения уже добавлен фильтр «Размер позиции поворот». Я изменю размеры. И, например, я хочу создать тень. Мы снова добавляем данный фильтр. Фильтр «Тень». Далее изменяем цвет на любой желаемый. Давайте возьмем какой-нибудь вот такой пурпурный. Сделаем легкое размытие. И опять же можем сдвинуть. Если захотите, то измените цвет фона. В данный момент мы можем это сделать без проблем, так как фон у нас сплошной цвет. В результате также мы создаем вот такой интересный эффект легкого, например, свечения у любого изображения или видео. При этом учитывайте, что когда мы работаем с данным фильтром, он учитывает альфа-канал. У меня вот здесь есть сердечко. Как раз сейчас я его размещу. И у нас как раз у этого сердца можно создать вокруг него данную тень. Давайте снова, наверное, сделаем лучше данный фон посветлей. Нам просто будет более заметней в данный момент. И вот этому сердцу снова добавим фильтр «Тень», который у меня сейчас находится уже в избранных. В результате мы тоже можем создавать эту тень у сердечка. Посмотрите внимательно. И при этом учитывается альфа-канал. Обратите на это внимание. Поэтому это расширяет возможность. Это не только вот эта ограничивающая рамка создает тень. Нет, учитывается именно то, что у нас сейчас в данный момент представлено вот здесь, в этом изображении. То есть с учетом прозрачности. Обязательно попробуйте данный фильтр. Он очень сильно упрощает нам жизнь. Ну и немного может разнообразить видеомонтаж. А в конце данного видео я немножко дополню то видео про субтитры, которое у нас выходило ранее. Дело в том, что мне поступил вопрос, связанный с командой, которая присутствует в пункте «Меню субтитры». Давайте как раз в эти субтитры мы перейдем. Эта команда носит название «Создание текста на шкале времени». Минус этой команды вот в нынешних реалиях то, что она может приводить к вылету программы ShotKat, и там есть небольшие баги, связанные именно с этой командой. Что эта команда делает? Вот у нас с вами имеется дорожка субтитров. На базе этих субтитров мы можем просто сгенерировать текст. Переходим вот сюда и выполняем данную команду. В результате там, где у нас находились вот эти субтитры, мы увидим с вами текстовый блок. Чтобы этот текстовый блок выделить, если он просто кликом левой кнопки не выделяется, то используйте прямоугольное выделение. Создайте, и он выделится. При этом этот текст напрямую не связан с субтитрами. Вы в дальнейшем можете его редактировать через стандартные фильтры. То есть изменять можно цвет. Давайте сделаем желтенький. Также уберем здесь галочку «Двигать и перемещать». То есть субтитры — это сами по себе, а этот текст сам по себе. Но это полезно, когда мы особенно создаем неотключаемые субтитры, которые являются частью самого видеопотока. Ну и также полезно, если нам нужно просто сгенерировать текст на основе неких субтитров и в дальнейшем его уже применять для монтажа. Также не забывайте, это еще бывает нужно, если мы делаем специальное видео для плохо слышащих людей. Это тоже может пригодиться. Но эта функция пока немножко забагована. Исправит мы еще обязательно про субтитры в каком-нибудь видео поговорим. Ну а на сегодня все.